Немного положительных эмоций перед обвинительным приговором. На оправдательные подсудимые не рассчитывают. Дарью Бетюцкую поддерживает молодой человек. Юлию Сиренко никто. Дочь в зал суда не пустили. Сергея Сиренко нет. Судья начинает оглашать приговор без него. Микрофон, чтобы судью было хорошо слышно, положить не разрешили. После непродолжительного перерыва Сиренко уже в зале. С давлением 230 слушает свой вердикт. Судья приговаривает его к 11 годам строгого режима. Подсудимый пытается взять слово. Мне был заказан факт присутствия пищевой маковой соломы. Посидите. Немножко сложно говорить. Четыре года почти борьбы. Все-таки надеялись на какое-то правосудие. Ну, судя из последних заседаний, я понимаю, что его вообще нет. Продавцам Сергея также вынесен приговор. Дарь 10 лет, Юлии 5. За счет свекчающих семейных обстоятельств. Ввиду того, что из материалов дела убрали 300-граммовую банку с маком. Которую при обыске дома нашли в кухонном шкафу девушки. В зале судебного заседания женщинам надевают наручники. Непонятно, на каком основании пообщаться с ними уже не разрешают. Когда Сергей выйдет на свободу, его сын будет школьником. Практически подростком ему исполнится 12 лет. Когда Дарья вернется домой, ее сын станет совсем взрослым. Ему исполнится 29 лет. А вот Юлию, которую сегодня приговорили к пяти годам лишения свободы, боится, что сегодня видела свою маму в последний раз. Она у нее пожилая и нуждается в повышенном уходе. Алтайских маковых наркобаронов пока еще нельзя называть осужденными. У троих маковых узников есть 10 суток, чтобы подать апелляцию. Но, как показывает практика, уменьшить срок удастся лишь на несколько месяцев. Я ни одного, ни троих, никого я их не оставлю. Я буду за всех грызться, получается, как за себя. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.